Меня зовут Георгий Затуренский, и я брат брата. Здарова! Меня зовут Гоша, и с 12 лет я катаюсь на BMX. Сейчас мне 19 лет. Все знают меня, как Андрей Завалу, мне 19 лет, и с 12 лет я катаюсь на велосипеде. Проснулся я одним ранним утром и понял, что я хочу кататься на велосипеде. И говорю, мама, я хочу на велике кататься. Она такая, ща мы тебя устроим. Звонит в какую-то службу поддержки молодежи, и говорит, мой сын хочет кататься на велосипеде. Говорит, куда надо идти? Отправлять его, чтобы он не доставал меня. Говорят, ну вот, есть там типа шоссейные велосипеды, они типа летают, они круто там. Я такой, блин. Мама говорит, иди туда, я такой, хорошо. Я такой, туда ходил. Мы там просто стояли на таких станках, я может, где-нибудь помет, и крутили педали. По часа два. И все. Мы там уж ничего не делали. Мы даже не разговаривали. Я только на третью тренировку узнал, как тренера зовут. Вот. Потом я это все бросил и сказал, что я хочу лучше заниматься. Потом ему сказали, у нас есть секция рейса. Я туда пошел, выделил эти все бум-иксики. И я такой, боже, это мое, короче. Взял велосипед и начал кататься. Прокатился, сказал, мама, все, покупай велосипед. И на следующий день я сломал руку. По другим причинам. Потом я вылечил ее и сказал, что я все равно хочу велосипед. И она мне подарила его. И все, и началась катка. Стритовая. А я в рейс не пошел, кстати. Рейс мне показался скучным. Я бы думал, как-то нужно просто кататься. А, я увидел видео в интернете, что парни просто по улице кататься. Не по горкам вонючим, а по улице. Я такой, боже, это 183 ступ. Надо так тоже делать. Ну, все, там я встретил Дэвида. И мы там катались. Изучали споты каменной горки. И все в таком духе. Ну, в 2016 году я начал прогрессировать с самой зимы. Я много катался на дерте, которые в Зеленовке. И офигенные дерты зимой. Всем советую, приезжайте в Зеленовку. Там круто. Зимой можно в снег попрыгать. Научиться много веселых трюков. Спасибо Кириллу и всем остальным, кто за ними стоит. Очень крутая тема, да. Ледом прогресс шел. Очень сильно прогрессу летом поспособствовала паник от The Street, Contest. На котором мы много снимали. Да. И прогресс шел. Прогресс всегда идет. Ну, радует, что построили парк. И, наконец-то, прогресс реально начал чувствовать. Прям реально ощутимо идти в гору. Кто бы что ни говорила, хоть какой-то парк дает реально прогресс. Большая крупная обновка со мной произошла весной этого сезона. Весной этого года. Я поставил себе суперскую раму With the People Awake. Почему я поставил? Просто потому, что я катался на ней до ее выпуска в продажу. Вот. Катался я на ней в Риге, в Латвии. Брал, собственно, велосипед Эдди Казунды. И она мне так понравилась с цветом и геометрией, что я решил, что нужно ставить и кататься на ней. Жизнь не может идти без контестов и джемов. Нужно на контестах заставлять тебя делать реальные вещи, а на джемах нужно веселиться и при этом делать реальные вещи. Но джемы всегда дарят реальный позитив. На них нет никогда соревновательного типа этого духа. Ну, на них всегда атмосфера. И люди поддерживают тебя, чтобы ты сделал что-то, и ты это делаешь. И поэтому джемы — это круто. Джемы — это вообще двигатель прогресса. Ну, как бы... Ну, в этом году было много достаточно мероприятий. И как бы много кто организовывал. И, ну, для меня больше всего запомнилась паника. Ну, потому что это реально, ну, что-то необычное для Беларуси. И все реально старались. Много проводили время вместе. Много тусовались. И как бы и прогрессили, и тусовались опять же. И это было реально круто. И хочется побольше таких мероприятий. Короче, я вернулся с Риги и такой, ну, думаю, надо что-то тут делать интересное. Вот, подохожу к Славе. Слава говорит, такой, давай действуй. Я такой, ладно. Придумал, короче, и воплотил это. Назвал это «Возвращение блудного». Вот, мы собрались с достаточно большой каткой. Было очень много людей, которых я впервые видел. Потому что это грустно. Ну, и с другой стороны, хорошо. Потому что старые люди... Алло. Потому что старые уже не катаются. Новые приходят, и ты не успеваешь с ними знакомиться, запоминать их. Но все равно они как-то старались, что-то показывали. И я даже первый раз видел ребят, и они делали дрюки, которые, я не знаю, когда они успели научиться. Вот, и все. Есть конкретные крутые идеи на следующий год, и они как бы будут воплощаться постепенно. И это будет круто. И все. Я пытался это все соединить. Я пытался и хорошо покататься, и попробовать что-то новое, и посидеть с этим друзьями. В этом сезоне я старался днем задротствовать, а по вечерам тусоваться с друзьями. Ну, и днем тоже тусоваться с друзьями. Но при этом немного задротствовать. Когда они на белорусской сцене, оно как бы низкое, реально низкое. Ну, что греха таить. Ну, низкий уровень. Но все прогрессируют, и, возможно, в скором времени все пойдет к лучшему. Потому что вот парк сейчас построили, он какой-никакой, он реально дает много прогресса. Он мне дал прогресс, а всем дал прогресс. Реально круто, что построили парк. Возможно, сейчас появятся еще парки, и это будет вообще прям мечта. И у всех еще лучше станет тур. Ну, что это сказать. Главное, чтобы больше народу приходило, типа, к нам в движуху. Потому что все будут толкать друг друга. И это круто. Все прогрессируют в чем-то. Нельзя сказать, что все стоят на месте. Типа, кто-то прогрессирует в съемке, кто-то прогрессирует в трюках. И, как бы, это в любом случае круто. Ну, ничто не стоит на месте. Все движется. Что-то медленное, что-то быстрое. Но главное, что все идет вперед. Не учиться с байника. У нас есть замечательный парк на улице Столетова. Там есть флай-зона. Чтобы он повылетал чуть-чуть и покрутил руль. Я сам через это прошел. И я его... Не жалею, что я его так прошел. Я, во-первых, научил его безболезненно. Потому что я там не отбивал себе пальцы, руки, ноги. Я его буквально сразу, наверное, четвертого сделал и все. А потом с баника научился. Короче, если вы купили велосипед, значит, вам это уже интересно. И вот главное, чтобы этот интерес не угасал. И тогда и прогресс будет, и весело вам будет всегда. И вообще, у нас движуха добрая. Вас всегда примут, помогут вам объяснять. Такие вот дела. Короче, я хочу всем ребятам пожелать такого, чтобы они болели этим, как я. Как те ребята, которые катаются уже больше пяти лет. Потому что многие сдаются, многие теряют дух. И я хочу, чтобы никто никогда не расстраивался. Не знаю, когда делают трюки, у него не получается, чтобы он, не знаю, не психовал. Не отдавался этому так сильно, серьезно. Чтобы он более лайтово к этому относился. И тогда все будет хорошо. И тогда и трюки будут крутые. И все будет дальше в жизни круто. Супер! Это все? Да. Передай привет. Кому ты передаст привет? Хочу передать привет. Кутаса маме из Могилева. Мама, Кутаса. Если ты слышишь, у него нет кота. Если ты слышишь, у него нет кота.